Задача на распределённую нагрузку Ну, предисловие перед распределённой нагрузкой Мы знаем, что если у нас равномерно распределённая нагрузка Равномерно распределённая нагрузка По-моему, у нас такая задача была Но в любом случае это легко и так догадаться Она вычисляется как количество килоньютонов или ньютонов Проходящиеся на метр, если это распределено по отрезку Или на квадратный метр, если по площади Или даже иногда бывает на объём Объёмные распределённые Но не будем сейчас экзотические Вот пока у нас такая нагрузка распределена по длине Какого-то участка рамы, конструкции, стержни, балки и так далее Так вот, она заменяется на одну сосредоточную распределённую Которую вычисляется по формуле Интенсивность на А Где А – это длина участка Вот это длина участка А На длину участка То есть логично Кое-то количество килоньютонов на метр А здесь вот А метров Начнёт так получается Ну и посередине, потому что она равномерная Но с равномерной совершенно очевидно С неравномерной мы это можем доказать У нас будет ещё тема центр тяжести И вообще-то интегрированием получается Что если у нас имеется неравномерная линейная нагрузка Которая распределена на участке А Ну а, кстати, откуда такая может возникнуть Ну, снегу намело Вы знаете тогда И наметает так, что она неровно ложится А там у стенки побольше, тут поменьше Вот такая неравномерная нагрузка Ну и таких нагрузок полно И снег может И лёд там И какой-то Одна-вторая Ну как площадь треугольник Одна-вторая А на Ку Это у нас получается Сероточная нагрузка Ещё раз, чтобы нагляднее Может не очень чётко написал Что вот здесь будет две Две третих А А здесь одна третья А Ну это ладно Всё это неинтересно Вот интересно То, что я сейчас расскажу Это эффект Летающей кастрюли Не слышали такое? Ну, физики Очень любят про это говорить Значит, как мы изменяем Распределённую нагрузку Сероточную Площадь умножаем на Площадь умножаем на интенсивность Интенсивность Вот, допустим, у нас кастрюля Давайте мы не будем Ну, пускай вот такая кастрюля Причём кастрюля скороварка Она с крышкой Это принципиально Вы, если увидели скороварку То нет, почему Она здесь огонь Огонь Здесь круглая Здесь ручка у нас, да? Здесь тоже ручки, да? Она круглая Внутри у нас За счёт нагревания Образуется Внутреннее давление Ку Ку, да? Оно равномерное Точно Равномерное давление, да? Но здесь у нас получается Площадь-то больше, да? А здесь на дно Площадь меньше Ну, почему больше? Понятно, потому что она больше Выпуклая, да? Следовательно, если мы заменим Ку И не знаем И не знаем Теоретической механики Заменим распределённую Нагрузка цветочная То на крышку будет действовать Одна Ку А на дно Будет действовать Другая Ку При этом Ку-1 Очевидно Больше Ку-2 Значит, что? Кастрюль взлетит А вы видели, что Скороварки летали По кухне? Нет Летающей кастрюли нету В чём парадокс? Почему? Получается так Ну, логично Площадь больше Интенсивность Равномерная Умножали площадь Вот получается Что тут больше Там меньше Ну, ясно, что Это Домохозяйка действует На неё На кастрюле Ку-2 Какие ещё действуют? На МЖ На МЖ Ну, пускай Здесь МЖ Ну, вообще-то Про МЖ и забыл Но, если мы возьмём Мы возьмём, что Больше Плюс МЖ Плюс МЖ Всё равно взлетит Клапан запаяли Там картошка попала Она забилась Ничего она не взлетит Сейчас объясняю С помощью интегрального исчисления Итак, этот бред Стираем И решаем Строго По науке Значит, как это мы делаем? Всё дело в косинусе Она Равномерно распределена Но она под углом Под углом Она не вертикальная Нагрузка Вот сейчас смотрите, что мы делаем Выводим Формулу Для Распределённой нагрузки Для равнодействующей Равномерно распределённой Равномерно распределённой нагрузки Ещё называют следящей Или гидростатической нагрузкой Посмотрите Вот у нас имеется Ось симметрии Вот пускай у нас На некотором радиусе Пускай это будет Вот здесь угол альфа Кверху Угол альфа Книзу симметрично Вот действует Вот такая нагрузка Вот она Вот так Внутрь Можно снаружи Это неважно Туда и сюда Это куб Радиус r Радиус r Вот как вот эту нагрузку Заменить Строго Математично Не так вот просто Умножить площадь на это Да А очень просто Мы интегральное чистое Не проходили Выбираем кусочек Что говорите Малоэлемент Дэфи Вот Пускай это будет Малоэлемент Вот этот малый элемент Который под углом Фи Расположен К оси х Тогда вот этот элемент Дэфи Дэфи Очевидно Дэфи Очевидно Вот на этом малом кусочке Эту нагрузку Вполне Можно заменить На Состреоточную Распределенную А именно По формуле Длина Ну мы про площадь не будем говорить Сейчас Распределенная по длине Длина умножается на интенсивность Длина у нас какая Длина у нас Радиус Р Угол Дэфи Значит дуга будет Р на Дэфи Правильно Да? Дуга Р на Дэфи Дуга у нас получается Р Нет Р большое Р большое На Дэфи Это длина дуги Длина дуги Интенсивность Ку Ку Ну и надо Эту нагрузку Просуммирует по всей Какие пределы Какие пределы будут У этого интеграла Угол меняется То есть от минус совершенно От минус альфа до альфа Ну на то у нас и высшая математика была Чтобы не только экзамены сдавать Но еще пользоваться Ей Вот мы и пользуемся Значит мы константу Ку Р выносим Ку Р выносим Интеграл от косинуса Это плюс синус Помните там Производный наоборот Значит синус фи Синус фи В пределах от минус альфа до альфа По формуле Ньютона-Лебница Мы как берем верхний Минус нижний А нижний это будет Минус Синус Минус альфа То есть получается 2 Ку Р Синус альфа 2 Ку Р Синус альфа То есть Если мы внимательно Подсмотрим То это как раз получится Площадь дна Нашей кастрюльки Вот Вот это вот кусочек Это будет Р на синус альфа Согласны что это Р на синус альфа Получается что Вот это вся Распределенная нагрузка Заменяется Сыроточной Которая действует По этой вот Прямой Направленная Вот таким вот образом Ее величина равняется Вот этой Этому произведению 2 Ку Р На синус альфа Вот Пожалуйста Пользуйтесь В процессе Решения задачи Ну вот Как я вывел Понятно Да формул Запомнили Да Значит мы просто Соединяем Концы Этой нагрузки Как бы Отбрасываем Мысленно И заменяем Ее Эквивалентной Вот такой Нагрузки Вот такой Вот такой Ну тогда Никого парадокса Летающей кастрюли Не будет На дно Действует То же самое Что и на крышку Это было очевидно Просто мы Дилетантски Подошли Сказали Ага Умножается площадь На интенсивность А там же Нагрузка Везде Под разным углом Вот за счет Этого угла Все И получается Вот такая формула Значит формула Понятно Переходим тогда К примеру Решение задачи Распределенная На части рамы Значит рама Оригинальная Вот это Рама Дуга Здесь отрезок А здесь уголок Надо найти Реакция опор Ну в общем-то Все стандартно Все известно Мы видим Во-первых Что надо найти Четыре числа Потому что В точке Не обозначили Точки А В точке А У нас будет Две реакции И в точке Б Две реакции Так что Мы вынуждены Разбивать Эту конструкцию На части Давайте я Чтобы Быстрее было Я отброшу Связь Заменю реакциями То есть Вот это убираю И рисую Это у нас ХА Это Игрек А Это стираю Здесь пишу ХБ По такому принципу Либо Связь Либо ее реакция Не может быть То и другое Я отбросил связь Такая аксиома есть Аксиома связи Заменил реакции Две Потому что у нас Шарнир неподвижный Была бы заделка Мы еще момент добавили А было бы подвижное То было бы только одна Там вертикальная Или горизонтальная В зависимости От ситуации Игрек Б Ну некоторые спрашивают А почему Игрек Б Кверху А это направо Да куда хочешь Мы же не знаем куда Просто так традиционно Но это еще не все Теперь надо Выделить части Для Решения задачи Ну самое простое Было бы Самое простое Было бы Взять вот эту часть Взять вот эту часть Мы ее и возьмем Вросан самая простая Эту часть И сделать следующее Значит когда мы ее взяли То мы нарисовали Реакции опор Конечно Игрек Б Вместо отброшенной части Соответственно Опять с аксиомой О связи Мы пишем Неизвестные реакции Игрек С И мечтаем составить Так уравнение Чтобы они вообще не вошли Из силы Ф Есть Но весь фокус Конечно И тема сегодняшней работы Как раз Вот в этой нагрузке Что с ней делать Ну мы уже знаем Надо заменить Одной цветочкой Но вопрос где И как Я рекомендую Заменить Вот в этой точке Значит я рисую Этот кусок Этот кусок Сейчас повыше Ф Этот кусок И так рисую Вот этот кусок Вот он кусочек Вот этот Вот эта стойка Здесь две Реакции Как и были Икса Игрека И момент Какой-то там действует М А вот здесь Смотрите Я специально сделал Аккуратненько Вот так вот Я приложу силу Ку большое И заранее Я почитаю Ку большое Равняется Р-то у меня задан Но я до числа Не буду Я общую схему Напишу Р задана Я пишу 2R 2R А здесь у меня Какой альф Это будет Здесь 90-90 Синус 90 Это единица То есть 2QR Ну я не буду писать Ну я не буду писать Давайте напишу Синус 90 Вот Синус 90 То есть 2QR И умножаем на Q На интенсивность Вот Итак вот мы знаем Вот эту величину Вот Эту величину Угол наклона Ну то есть геометрия Обычно я там какие-то Хорошие углы Даю либо 3 четверти Тангенс Либо 4 третьих Поэтому Угол наклона потребуется Его обязательно надо ввести Но альфа мы уже задействовали Давайте бета назовем Пускай будет вот этот угол бета Угол бета Значит синус и косинус Этого угла Видны из чертежа Не будем сейчас концентрировать Все внимание на этом Например Тангенс этого Тангенс бета Это вот этот размер Деленый на этот размер Ну там в чертеже у вас будет точно Это вы посмотрите Значит Угол у вас известен Он нам потребуется Потому что он здесь Вот он бета Да Бета Для того чтобы Разложить силу Q На компоненты Но мы не будем спешить Во-первых мы даже в точке С Нарисовать ХС в другую сторону УС Тоже в другую сторону И составить Уравнение Правновесие Ну давайте Составим сначала Сум моментов Относительно Относительно точки С Для Сумма моментов Относительно Точки С Для правой части Ну что P Чтобы не перепробить Равно нулю То есть очевидно В это уравнение Войдет ХБ Игрик Мы это уже проходили Сила F не войдет Простое уравнение Второе уравнение Я составлю Сум моментов Относительно точки А Относительно точки А Относительно точки А Для целой Может цены писать Либо ничего не писать Сюда войдет тоже ХБ Игрик Но войдет Ку Вот когда я буду Ку считать Вот здесь я нарисую Здесь в данном случае Она здесь нужна Я раскладываю на компоненты Ку на косинус И Ку на синус Да Вот И у каждой Из этих компонент Я ищу Плечи Относительно точки Вот так Решается задача Но здесь есть Одна маленькая тонкость Еще Который тоже должен сказать Есть Некое упрощение Смотрите С точкой С и точкой А И реакциями ХБ Игрик По вам понятно Да А вот попробуем То же самое сделать С ХА Игрик Там будет чуть-чуть попроще В чем будет проще Ну начку я уже дописал Не буду по 100 раз ее писать Значит мы делаем следующее Мы пишем Сумму Моментов Относительно точки С Для левой части Л А тут очень хорошо считается Тут не надо раскладывать Тут сила Ку Перпендикулярна этому отрезку Вот здесь 90 градусов Поэтому я умножу Минус Ку На Р Вот когда буду писать Плечу Видите с минусом Да Вот Это Р Поэтому мне в данном случае Хоть какое-то упрощение Ну кто хочет Конечно мы можем написать Ку на косинус Бета И выискивать это плечо Кстати Это не так просто И Ку на синус И выискивать вот это плечо А можно просто так написать Ну и так далее И второе уравнение Сумм моментов Относительно точки Б Для системы в целом Вот получается Два уравнения Из которых мы находим Уже Икса Игрек Я конечно повторюсь Мы тоже проходили Когда вы составили Эти уравнения И нашли Реакции Икса Игрек Икс Игрек Вы находились За уравнением моментов А проекция Будет проверкой Значит что мы сделаем Для проверки Так для проверки Давайте я Что нибудь сотру Вот это хотя бы Да Уже известный факт Мы рассмотрим Всю систему в целом У вас получится Икс А Плюс Икс Б Плюс Ф Известное да И плюс Ку на косинус Бета Ку на косинус Бета Равно нулю Если у вас все правильно То это должно быть Действительно ноль Если ноль Не ноль Лучше руку не поднимайте Ну и потом вы знаете Что в моих задачах Все ответы будут целые Потом Это тоже хорошая проверка Игрек А Плюс Игрек Б Ф у нас не будет Она горизонтально Ку С минусом Да Минус Ку большое На Синус Бета Но вопрос есть Я все же сказал Вопросов нету да Есть вопрос Слушаю Почему Мы когда считывали МС Левая Почему у нас Минус Ку Как вот это Я написал Минус Ку На А плюс Надо было да Правильно Правильно да Плюс да Мы против часовой стрелки Да Я спрошу Прошу прощения Перепутал знак Но а так Смысл то понятен И так вопрос Почему Мы написали Вот здесь вот Ну и так далее Не стал выписывать Да Я написал Ку на Р Ну минус Это я ошибся конечно Вот Но на самом деле Когда я пишу Своё уравнение Я пишу так Я с одним знаком В одну сторону А с другим знаком В другую сторону Одно знаки По ходу дела Придумываю Но лучше конечно Для учебных целей Придержиться Какого-то одного правила Поэтому сейчас я исправлюсь Пишу плюс Ку на Р Потому что Смотрите Сила На плечо Вот В данном случае Нам просто везёт Она перпендикулярна Вот Вот Она находится на линии симметрии Понятно да Поэтому расстояние будет Здесь Р по условию Это радиус окружности Вот Вот Ку на Р С плюсом да Икса С плюсом Игрек А С минусом Ну и так далее да А шичи так далее Больше ничего нет Больше ничего нет Так Есть вопросы Если вопросов нет Тогда Попросим Нет Что ещё Ладно Ладно Разговоряйте Тридж первая да Икса 14 Есть Икс Ой Икс Минус 12 Есть Икс С Минус 6 Правильно Икс Икс Минус 3 Правильно Молодец Следующий Роман Не сделал Ну Саргин Соколок Не сделал Нож Не сделал Это Слад Слад